Как позже признается депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, именно в такие моменты понимаешь, что главное в твоей работе – помощь конкретным людям. И когда ты решаешь какую-то определенную проблему, многие вещи, даже очень важные, отодвигаются на второй план. Потом я хочу вам вручить, да, от нас вот с благодарностью за ваше участие, за то, что вы такой неравнодушный человек, как вы... Это не взятки, это да, это все ты спортсмен. Это сейчас в кабинете звучат шутки и смех, но в прошлый раз все было иначе. В марте жители микрорайона «Усадьба Суханова» обратились к Вячеславу Фетисову за помощью. Несмотря на решение суда, Росреестр затягивал постановку одного из домов на кадастровый учет. Лидновский суд – это где было вынесено решение о том, чтобы дом номер 3 ЖК «Усадьба Суханова» поставить на кадастровый учет. История эта началась давно. Жилой комплекс получил свое название благодаря близости с Сухановской усадьбой. Но пока одни люди спокойно обживались на новом месте, те, кто купил квартиры в третьем корпусе, получили большие проблемы. Причем не по своей воле. Собственник соседнего участка выдвинул претензию, что дом построен с нарушениями. Из-за чего и возникли проблемы с постановкой здания на кадастровый учет. Но теперь это в прошлом. Огромное спасибо. Примите наши пожелания. Ну, прежде всего, крепкого вам здоровья. Успехов в вашем труде. Сейчас проблем у жителей станет куда меньше. Ведь люди, не имея на руках документов на право собственности, не могли прописаться и, соответственно, имели сложности с устройством детей в сады и школы, получением пенсии и других социальных услуг. Было принято решение о строительстве. Построено, принят дом к эксплуатации. А люди не могут зарегистрироваться. Мне кажется, есть доверие людей, депутаты. Это очень важно. И мы стараемся конструктивно, диалоги, в общем, проблемы решать. А прием жителей продолжился, ведь люди приходят сюда с надеждой получить помощь от депутатов в самых разнообразных вопросах. И, как показывает наш случай, надеются они не напрасно. Постараемся оперативно. Попробуем решить вопрос побыстрее, ну, понятно. О присутствии на встрече с жителями временно исполняющего полномочия главы округа Дмитрия Оборенова позволяет эффективнее и оперативнее решать проблемы граждан. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.